Путешествие кометы Иссон продолжительностью 5,5 млрд лет, похоже, завершилось после встречи с Солнцем. Обогнув светило нашей системы, небесное тело буквально испарилось. Учёные говорят, что от некогда яркого хвоста не осталось и следа. Также не обнаружено осколков породы или пыли от ядра кометы. Иссон была открыта в прошлом году ещё тогда, когда она находилась за пределами орбиты Юпитера. Комета впервые вошла в Солнечную систему. И, как предполагалось, могла быть видимой с Земли невооружённым глазом после того, как обогнёт Солнце. По прогнозам, это должно было произойти в декабре. Однако после того, как в четверг Иссон прошла от Солнца на расстоянии 1,2 млн километров, в телескопы её увидеть уже не удалось. Учёные предполагают, что комета прошла слишком близко, отсветила и врезалась в его корону. «На данный момент я предполагаю, что комета разлетелась на кусочки и погибла. Но за последние несколько часов перед тем, как написать некролог». При максимальном сближении с Солнцем комета летела со скоростью 350 км в секунду. В этот момент она прогрелась до 2760 градусов по Цельсию. Этого жара, похоже, стало достаточно, чтобы расплавить не только лёд небесного тела, но и каменную породу его ядра. Как считают учёные, кометы являют собой замороженные обломки, которые остались после формирования Солнечной системы и кружат на её окраинах. Согласно предположениям, они начинают вращаться вокруг Солнца по достаточно растянутой орбите под действием силы гравитации светила.